Всем привет, с вами опять я. В прошлый раз были краткие новости по играм Вархаммера, сегодня я вам расскажу про ролики и фильмы, и то, как на разных пабликах и сайтах Вархаммер к ним относились комьюнити. 19-й год и начало 20-го стали прорывом во вселенной Вархаммера по фанатским 3D-фильмам. Наверное, уже ни для кого не секрет, что всё это благодаря Астартес и Дэд оф Хоп. Астартес был самым хайповым. Его ждали, его очень много обсуждали, даже канал автора взламывали, а когда вышел последний ролик, на просмотр трансляции собралось охренеть как много народа. Дэд оф Хоп был вторым по обсуждаемости, благодаря двум его трейлерам. Там было жестокое месиво, дредноуты, титаны, но когда он вышел, многие просто встали в ступор. Да, ролик был красивый, хорошая графика, классные модели, такие как старый терминатор. Но многие просто ждали другого, ждали сражения, которое было показано в трейлерах. Именно поэтому его немного пообсуждали и забыли. Так к чему это я? К тому, что кадры из некоторых роликов в паблике по Вахе всё так же популярны, а про некоторых вообще не знают. И ещё многие создатели 3D-моделей, ну и не только 3D-моделей, просто художники, после просмотра этих двух роликов, захотели создать свой, свою анимацию по Вархаммеру. Сейчас вы видите кадры из ролика, который называется Астерия. Переключаемся на ролик под названием The Exodid. Скорее всего он будет про Эльдар. И ещё один ролик, чёрные хромовники Примарисы. Ну то есть видите, сколько роликов может выйти в ближайшее время. Но также давайте не забывать, что есть и официальные. Например, недавно выпущенное сражение Сесёр Битвы и Примарисов с Некронами. Кстати, прикол этого ролика в том, что его же сначала называли Вархаммер 40 тысяч за Империумс энд синематик. То есть конец Империума. Потом изменили под новый Вархаммер. Вообще, хорошие официальные ролики были всегда. Такие как трейлеры к играм или в самих играх. Фанатские же практически не существовали. Разве что Инквизитор. Вот именно авторы Инквизитора потом и помогали автору Астартес в создании последнего ролика. Хоть Инквизитора ждали очень долго, он обещался как длинный фильм. В конечном итоге он вышел в виде короткого пролога. Ну сами понимаете, делать всё это очень сложно. Зато он вышел красивым. Также стоит упомянуть о Хелсридж. Это прямо вышел целый фильм со своеобразной графикой, сделанный в Source Filmmaker. Если не смотрели, то посмотрите. Спойлерить не буду, просто скажу, что как история он зашел многим фанатам. Также подобная графика и у двух роликов одного автора под ником Sodas, где ультрамарины сражаются с Нурглитами и орки пытаются напасть на Имперскую Гвардию. Но им помешали Хромовники. Видимо, Хромовники нынче очень популярны. Потом еще стоит упомянуть Лавкенблум и Даркбет Рео. Они были очень интересны своей краткой историей про персонажей. Лавкенблум набрал даже свою фан-базу благодаря истории с Тальдирой. От создателя этого же ролика вышел In The Fortress Monastery. Но скорее он был пробным роликом. Автор просто оценивал свои возможности и графику. Еще, конечно, можно рассказать про пару роликов с косплеем. Но в основном они получаются ужасными. И тот, кто посмотрел их хотя бы раз, больше не хочет их смотреть вообще. Фанаты Вархаммера ролики с косплеем не переносят. Наверное, все фанаты хотели бы увидеть не просто ролик, а настоящий фильм. Или даже сериал по Вархаммеру. Однажды официальный фильм уже пытались сделать, но погорели на этом. Поэтому теперь и не делают. А вот сериал... Не знаю, порадую я вас этим или нет, может вы не знали, но Фрэнк Спотниц, опытный режиссер и сценарист, занимается созданием сериала по вселенной Вархаммер 40 тысяч. Как сказал сам Фрэнк, мы рады сотрудничать с Games Workshop, чтобы превратить любимый дальновидный мир Вархаммер 40 тысяч в сериал. У вселенной очень большая фан-база. И лучше всего взять известного персонажа от Дэна Абнета, Грегора Эйзенхорна. На телевидении нет ничего подобного, и мы невероятно рады использовать наш собственный опыт создания творческих, сложных и неотразимых миров, чтобы вывести эту невероятную сагу на экран. Эти слова он произнес еще ровно год назад. Также уточнялось, что сериал выйдет не раньше середины 21-го года, если он, конечно, вообще выйдет, потому что у него множество других проектов. То есть, видите, 19-20 год много кого подтолкнули на создание роликов и фильмов. Нам есть чего ждать. Что ж, поживем, увидим. Всем до встречи, всем пока.